Я очень четко дал сигнал вертикали власти и властям вообще, руководителям, что мы будем идти спокойно по принципу развития Белкалия. Если мы видим, что где-то можно вложить копейку и получить две, мы будем кладывать. Никто тут не кричал о каких-то инвестициях, но спокойно строили эти склады, строили новые предприятия, в том числе вместе с Китайской Народной Республикой, и производить сегодня товар, который нуждается во всех уголках планеты. В этом отношении будем идти от жизни. Я, конечно же, не стану ломать страну на колено, приватизировать, как тут некоторые предлагают. Я не стану наклонять людей. Самое тяжелое, когда люди живут в эпоху перемен, так называемых, ненужных никому. Перемены будут обязательно, мы уже об этом говорили два года назад, и перемены должны начинаться цивилизованно, идти цивилизованно, начиная от Конституции. Я не могу пойти на приватизацию, к примеру, Беларусь-Калия. Нет такой необходимости его приватизировать, потому что он работает эффективно, он работает так, как надо для страны. Приватизация – это не факт, что мы сделаем лучше. Я боюсь потери рабочих мест. Я уже сталкивался с этим. Хорошо, что не пошли на глобальную приватизацию. Когда приходил инвестор, ему не надо было 20 тысяч работающих, как у вас 20 с лишним. Ему нужны детские сады и прочие, это не профильные активы. Поэтому мне такая приватизация не нужна. Как бы ни было тяжело, будем идти, карабкаться, но насколько это возможно, сохранять рабочие места. Потому что без этого предприятия нет Солигорска, как минимум, и очень тяжело будет в стране. Хоть вы и не являетесь сегодня уже главным налогоплательщиком, но вы входите железно в пятерку, по-моему, предприятий, которые платят большие налоги. Этим все сказано. То, что вы добываете, это не только ваше. Это всего белорусского народа. Недра мы не приватизировали и приватизировать не будем. Какие бы они ни были. Ни нефтянку, ни попутный газ, ни калий, ни соли, щебень и прочее. Мы немало, оказывается, добываем, но это все принадлежит нашему народу. Субтитры создавал DimaTorzok